Ну то есть нужно вот так вот служить близкому человеку, заботиться о жене-мужчине, чтобы жена была веселой и красивой. И это трудно, но это наша жизнь. Мы будем постепенно двигаться в наших лекциях по нашей нити жизни. Сегодня мы говорим о том, что такое судьба, как действует время в сознании человека. Я сначала поговорю немножко о сознании, думаю большинство из вас уже слышали об этом в моих лекциях. Но тем не менее, все равно надо об этом говорить, потому что это важно еще раз вспомнить и глубоко почувствовать и понять. Есть три уровня жизни человека. Первый уровень, в котором настрой человека очень эгоистичный, человек чувствует жизнь только с позиции своего грубого тела. Он считает, что вся эта жизнь, что я, это вот мышцы, вот эти кости, голова, ну то есть я Олег Геннадьевич Старсунов. Ну то есть означает вот эти вот все, что за очками дальше. Понимаете? Не надо носить записки, все равно я не буду отвечать на вопросы уже больше. Когда человек так мыслит, то у него есть определенный стиль и тип поведения. Первое, что он считает, что так как тело точно помрет. Хотя были попытки, там как-то тело в разных древних культурах пытались как бы целые делать, там для тела, ну что оно должно воскреснуть когда-нибудь. Ну то есть воскресает-то душа, понимаете, а не тело. Но когда человек считает себя телом, тогда он, ну понимает, что оно помрет, значит жизнь должна как пройти? Весело. Ну то есть пей, гуляй, веселись, потому что живем один раз. Первый вывод из того, что я тело. Второй вывод. Лечиться надо чем? То, что влияет на тело, это химия. Диета состоит из белов, белков, жиров и углеводов, и калорий. То есть химическое восприятие питания. Дальше. Что такое отношение? Отношение — это взаимодействие тел. И поэтому центром жизни становится секс, как главный объект взаимодействия. Все остальное — это просто вымысел. Любовь также означает, что нам в постели хорошо, а если нам плохо в постели, значит мы несовместимы, мы друг друга не любим, надо разойтись. Эта телесная концепция жизни или телесное мышление, оно возникает всего лишь от того, что эгоизм или такая психическая структура человека, который называется эгоизм, очень сильно пропитывает психику. Чем сильнее эгоизм пропитывает психику человека, а психика означает тонкое тело, тонкое строение, невидимое. У нас есть еще тонкое тело, понимаете, есть духовное тело. Это три концепции жизни. Я сейчас вам их расскажу. Первая концепция жизни, когда человек себя воспринимает грубым телом, называется невежественное существование. Люди, когда так настроены, они ведут себя очень эгоистично, потому что так устроена сама структура этого понимания счастья. Если я тело, значит, тогда, ну, если ты меня не удовлетворяешь, значит, тогда я тебя бросаю, потому что мне нужно быть счастливым, живем один раз. Понимаете, да? Такая философия основана на очень грубом, эгоистичном, означает невежественном, нечистом, грязном, поверхностном восприятии этого мира. Совесть в таком восприятии отсутствует. Человек становится бессовестным. Почему? Потому что он очень грубо воспринимает мир. Ему нужно наслаждать свое тело. А если жена не наслаждает тело, и я гуляю с другой, то что в этом плохого? Если я счастлив, она должна радоваться за меня. Вот такая философия. Поднимите руку, кто сталкивался в жизни с такой философией близких людей. Это страшно. Когда человек сталкивается с такой философией, это значит, что жизни в таких отношениях нет. Очень трудно жить человеком, который на такой платформе сознания находится. Люди с такой платформой сознания обычно и в делах своих тоже не слишком чисты. Они могут подмять другого человека под себя. Они могут заниматься криминальными какими-то делами и так далее. Ну то есть достаточно жесткий стиль жизни. Понятие любви здесь очень такое призрачное, потому что такой человек воспринимает любовь как чисто телесная вещь. Для него что-то более чистое, возвышенное, это зыбкое и ненужное в жизни. Может быть вы не поняли то, о чем я сейчас говорю. Вы поймете потом в сравнении, потому что я вам сейчас опишу три концепции. И они все будут связаны с невежеством, страстью и благостью. Понятно? Вторая концепция жизни означает чувствовать себя тонким телом или психическим составляющим. То есть когда человек чувствует себя как психику, как тонкую природу, тогда человек недовольствуется только тем, что дает тело. Но тело дает телесное счастье, означает еда, нужно наслаждаться пищей, нужно наслаждаться сексом, нужно наслаждаться комфортом и самозащитой своей жизни, то есть иметь хорошие условия в жизни. Это чисто телесная концепция счастья. Но когда человек выходит на такую твердую классическую тонкую концепцию счастья, то тогда он хочет власти, потому что власть никак не связана с телом. Какое бы тело у тебя ни было, если ты имеешь власть, тебя будут уважать по-любому. Вот как бы ты ни выглядел, тело уже не имеет значения, когда у человека есть власть. Так или нет? Его все любят, потому что у него есть власть. Деньги имеют тонкую природу. Когда человек имеет много денег, тело встает на второе место. Все уважают его как обладателя денег. Понимаете? Поведение имеет тонкую природу. Человек может иметь грубое, плохое тело, но вести себя очень деликатно. Правильно в обществе вести себя. Итак, вот смотрите, деньги, власть и поведение характеризуют людей в страсти. Когда человек сильно хочет денег, сильно власти и учится правильному поведению, то он таким образом выходит из-под грубого эгоизма и начинает жить с позиции тонкого эгоизма. Люди, которые находятся на концепции тонкого эгоизма, они играют в хорошие отношения, так как они не находятся на истинной платформе, потому что я на самом деле не тонкое и не грубое тело, я душа по своей природе. А душа означает, что человек должен быть честным, искренним, смиренным, сострадательным, добрым. Это качество души. Понимаете, качество души, душа не связана ни с какой религией, ни с какой нацией. Но она при этом может служить религии и нации. Она сама выбирает, кому будет служить, душа. Сегодня одной религии и нации служит, завтра другой. Но она при этом понимает, что она выше всего этого стоит. Тогда у этой души есть любовь ко всему вокруг. А если человек отождествляет себя с чем-то очень сильно, тогда любовь сменяется на ненависть. Ладно, это очень сложно понять сразу. Давайте будем двигаться дальше. Смотрите. Я при этом не против нации, религий и стран. Пытайтесь понять. Я говорю сейчас более глубокие вещи. Мы об этом тоже вернемся назад в нашу жизнь потом. Смотрите. Когда человек находится на тонкой платформе счастья, он тоже эгоист по природе. Он хочет жить для себя. Но хочет жить для себя честно. Никого не обижая. Он пытается вести деликатно. Показывает своим поведением, что ты со мной, тебе будет хорошо. Если у него есть деньги, он старается служить этими деньгами близким людям. Ну то есть он отличается уже от этого быдла, которое все для себя. Не хочешь со мной, пошел вон. Это уже даже с деньгами все равно невежественная платформа. Понимаете, такой человек, он деликатный. Он правильно себя ведет. Но он при этом не видит другого человека. Он видит в нем только свои желания. И вот на этой почве наступает рано или поздно трещина. Потому что когда человек живет страсти или живет личным желанием счастья, но более деликатного по отношению к другим, основываясь на законах, на правилах жизни, на этикете, когда человек вот так живет, то все равно для него другой человек существует только в рамках его личного счастья. Ну допустим, этот человек живет только на волне успеха. Если невежественный человек вообще не понимает, что такое нормальная жизнь, он просто всех мучает из себя и делает вид, что у него все классно, то страстный человек по-настоящему может быть счастлив, но только на волне жизни. И поэтому все фильмы в страсти, они все всегда показывают жизнь на волне. Конечно же, сначала под волной для того, чтобы на волну попасть. Конечно же, я сначала иду с бревнышком, но меня обижают все вокруг. Я потом всех перестрелял как бы и стал крутым, на волну зашел. При этом в меня попасть невозможно, сколько ни стреляет. Потому что жизнь в страсти означает всегда только одно, что я победитель, я не проигравший. Я победитус, не проигрантус. Когда люди сходятся в невежестве, они сходятся просто на платформе взаимного влечения и секса. Их жизнь счастливая продолжается, пока им они нравятся друг другу, а это длится максимум три года. Это самое большое. Вот девушка сказала, что у ней полгода длилось. Ну, в среднем полгода, иногда больше. У кого взаимновлечение длилось больше трех лет? Ну, бывает. Лучше бы вы руку не поднимали, а то люди будут завидовать. Уже прошло все равно. Понятно, что все проходит в этом мире. Старый же приходит. Старухе никому не нравится. Итак, люди в страсти имеют счастье в жизни, но только на волне судьбы. И поэтому вся философия жизни в страсти означает только объяснение, что ты можешь быть всегда на волне. А это объяснение является ложной философией. Потому что эта жизнь так устроена, что иногда человек бывает на волне, а иногда под волной. Иногда страна имеет подъем в своем развитии, а иногда спад. И если анализировать с позиции невежества, то надо валить из этой страны. Если с позиции страсти, то все будет хорошо. А если с позиции благости, то есть настоящей жизни, то именно то время, когда трудности в стране, именно это время и является главным в развитии личности. Потому что главным в развитии личности всегда является то время, когда человеку тяжело, а не легко. Потому что когда человеку тяжело, он всегда только расслабляется. Таким образом, Украина сейчас находится на пике своего развития. И это развитие имеет внутреннюю природу. Для того, чтобы плод родился, его сначала не видно, но развивается внутри. Сейчас развивается духовность этой страны. Чистота в ней зреет. А потом она будет развиваться и внешне. Понимаете, о чем я говорю? Когда духовность развивается, всегда очень тяжело жить. Но трезвеют люди в результате этого. И третье. Во второй концепции жизни, как человек выглядит, как себя ведет, что он кушает, какое у него влечение. Человек, который находится на тонком восприятии мира. Ему нравятся искусство и культура. Он кушает вкусную пищу, разнообразных вкусов, деликатесную. Человек такой старается вести себя очень культурно. У него восприятие семейной жизни означает роман. То есть ему нужна картинка очень светлых таких радостных отношений на берегу Лио-де-Жанейро. Ну, что-то такое радостное с точки зрения волны, пика волны. И он стремится, что это когда-нибудь придет. Когда к ним приходят друзья, он наряжается сам, наряжает жену, и они показывают этот пик волны друзьям. Пытаются показать им, что у них вот именно так все и есть в жизни. Ну, то есть, когда человек живет страстью, он играет в любовь, играет в культуру, играет в себя, и при этом забывает себя. Потому что ему нужно показать успех. Если успеха нет, значит, жизни нет. Потому что всегда любая концепция жизни основывается на вере. Если человек верит в тело, ему надо качать тело. Тело должно быть крутыми. Понимаете? И тогда у него все круто в жизни. А если человек верит в психику, тогда он должен быть сильной личностью с точки зрения власти, денег, бизнеса, деятельности. Люди в невежестве добываются успеха просто силой, грубой силой. Они просто захватывают свою судьбу. Люди в страсти добываются трудом всего. Люди в благости, они добиваются счастья с помощью отношений и любви. Чем отличается жизнь благости? Кто такой человек благости? Человек благости, это тот, который считает, что истина в человеке превыше всего. В любом человеке. Каждый человек имеет в сердце доброту. Каждый человек имеет в сердце чистоту. Каждый человек имеет в сердце любовь. Это неотъемлемые качества души. У души 26 лепестков. Это решимость, твердость, смирение, сострадание, чистота, доброта, целеустремленность, правдивость и так далее. Это качество души. Они у всех есть. Просто один человек ближе к пониманию себя душой, а другой дальше от этого понимания. То есть, другими словами, одному хватает знания о том, что такое настоящее счастье, а другому не хватает. Вот и вся разница. То есть, нет плохих и хороших людей. Есть просто развитые и менее развитые или недоразвитые. Семья в страсти не может жить долго, потому что люди друг другу рисоваться долго перед другом не смогут. Приходит время, и они видят, что у моего близкого человека есть какая-то тайная жизнь. Которую я не знаю. Он тайно смотрит на других девушек, а может быть с ними даже уже общается. Или у моей жены есть какие-то друзья, которых я не знаю. Потому что человек в страсти не может не иметь этой тайной жизни. Потому что ему же нужен успех, а в отношениях с женой не будет всё время на волне. Когда волна заканчивается с женой, где-то волна же должна начаться. Иначе тогда жизни нет у человека в страсти. Ему нужно всегда иметь успех. Он должен быть счастлив. Он живёт для счастья. Для своего счастья. Если с женой нет счастья, тогда надо найти любовницу. Это философия в страсти. Есть такая философия. Психологи говорят, что с женой счастья нет, найди любовницу. Чего паришься? Будь счастлив. И жена будет счастлива. Если тебе будет легче, ей тоже легче будет. Они понимают, что есть помимо вот этого внешнего успеха, есть ещё совесть. Когда жена видит, что ты какой-то другой, и у тебя кто-то другой, наверное, есть, её совесть мучает. Она чувствует страдание от этого в сердце. Потому что есть что-то выше просто того, что мне хорошо. Выше этого чувства, что-то в жизни бывает. Итак, третья платформа — духовная платформа. Это опять же, ну, к этому надо стремиться. Не то, что раз ты вот на духовной платформе, а мой муж — нет. Понимаете, это не так. Духовная платформа означает, что человек способен увидеть другого человека, его чистоту, его глубину. «Смотрю в тебя, как в зеркало, как в самоотражении». То есть надо учиться наполнять себя этой чистотой. Когда человек начинает изучать себя как душу, он обнаруживает несколько определённых закономерностей. Первая закономерность. «Я не могу сам по себе быть чистым и возвышенным. Мне обязательно нужно это откуда-то брать». Первая закономерность — душа зависима по своей природе. Когда человек начинает чувствовать себя как душу, он также начинает видеть свою зависимость от страны, от веры, от своей, от идеологии, от всего, но всё, что меня окружает, я от этого зависим. И это хорошо, это неплохо. Но больше всего надо в жизни зависеть от Бога. Допустим, если ты живёшь в какой-то стране и хочешь быть независимым от неё, ты принесёшь счастье этой стране или нет? Конечно, нет, ты будешь её разрушать. Это правительство мне не нравится свергнуть. Хорошо, свергли. Опять это новое не нравится. Ещё раз свергли. Так до бесконечности. Но если человек когда-нибудь остановился в этом своём поведении и просто говорит, будем жить с тем правительством, которое есть, это означает жизнь, благость. С этого момента начинается развитие. То же самое надо сказать. Буду жить с тем мужем, который есть, и с теми детьми, которые есть, и с тем преподавателем по математике, который у меня есть. И с теми продуктами, которые продаются в магазине, и с той работой, которая у меня есть. Слово «счастье». Означает. Кстати, как по-украински? Вот по-русски сейчас переведу, а вы потом посмотрите, также по-украински переводится или нет. По-русски «счастье» означает жить сейчас. Сейчас — это сейчас. А «тье» означает существование. А по-украински? «Тья» тоже самое? «Счастье». Или как? Сейчас я научусь когда-нибудь. Простите меня. Итак, существование сейчас означает принятие. Время — это основная сила, которая выталкивает душу из самоосознания. «Я» — это душа, но когда я испытываю боль, в этот момент эта боль заставляет меня уйти или в прошлое из настоящего. Прошлое означает скорбеть. Скорбь возникает у человека в жизни. Прошлое он уходит. От боли человека уходит в прошлое. А вот раньше люди жили лучше, чем мы. Мысль о прошлом означает невежество, невежественное существование. Или в будущее. То есть, когда человек со временем сталкивается с тяжелым, он думает, вот придет время, и мы будем счастливы. И начинает думать об этом, когда это время придет. Но при этом он не живет сейчас. Потому что жизнь сейчас означает принять то, что сейчас есть, как самое лучшее для моей судьбы. Самое лучшее сейчас. Когда человек, страна окупается в счастье, человеку не надо ничего принимать. Потому что он и так живет настоящим. Ему и так хорошо. Принимать ничего не надо. Но вот когда человек испытывает страдания, вот тогда его выталкивает в прошлое и будущее. А именно в это время и развивается душа. Именно в это время, когда приходит страдание, человек больше осознает, больше понимает себя как личность, больше развивается в жизни. И это развитие может выйти за рамки этой жизни. Поверьте мне, что в нас нет этих рамок. Эти рамки просто означают ограниченность образования человека, восприятие себя как личности. Эта жизнь обязательно закончится и наступит следующее. И вы скажете, ну я тебя там не знаю у себя в этой следующей жизни и не помню, как я могу об этом думать сейчас. Это просто ограниченность и все. Я вам говорю это, потому что я изучаю это на примере своей жизни. Расскажу вам события, которые произошли в результате молитвы где-то две недели назад в моей жизни. Я спал ночью и видел длительный сон, в котором были конкретные настоящие события моей жизни. Кто из вас вспоминал во сне события своей жизни? В это время есть сомнения, что это твоя жизнь или нет? Нет, ты точно знаешь, что вот это все, как бы события моей жизни. Я где-то несколько часов видел эти события, переживал их, думал о них. И потом вдруг я понял, что в этой жизни этих событий не было. Я судорожно начал вспоминать себя с детства и до сегодняшнего дня и понял, что в этой жизни этих событий у меня не было, но это события моей жизни. У кого такое было, понимаете, не только я один такой. Но психиатры, которые присутствовали, скажут, ну это понятно. Ну вы можете так это воспринимать, я не против. Итак, когда я понял, что это моя жизнь, но не это, я также спросил у своей совести, вот здесь сердце. А я хочу также увидеть и будущее. Я увидел себя в будущей жизни. Не подробно, а просто. Увидел какие-то огромные дома с какими-то площадками для каких-то летательных аппаратов. Увидел, что это будет лет через 200. Увидел, что люди питаются искусственной пищей. И природы почти нет. Я, когда вот начал это всё смотреть, я потом сказал себе, я этого не хочу. Мне не нужна такая жизнь. Тогда, на следующий день, когда я начал молиться, я память о своей будущей жизни начал включать в тот момент, когда я вдохновлялся молитвой. И в этот момент я увидел, что эта память о следующей жизни или контакт с ней начал таять. Другими словами, какое-то более светлое будущее начало нарисовываться в моей судьбе, чем то, которое мне положено сейчас. Другими словами, жизнь человека может переместиться в другой слой, в другое пространство. Даже уже сейчас. Уже сейчас. Прямо на этой земле. Прямо в этом теле. Сейчас вам расскажу кое-что. В детстве я жил на девятом этаже, а один мой товарищ на пятом. И он был такой симпатичный, разумный мальчик. Меня всегда к нему тянул. Он был младше меня на год. Мы с ним часто общались, играли. Но потом, когда я его встретил лет в сорок, я увидел перед собой деграданта со старым лицом, пьянчугу. И он, Олег, ты меня помнишь? Мы с тобой играли. Я вошел в шок. Потому что я увидел другой слой жизни. Я увидел человека, который живет в другом слое жизни, под другой жизнью совесть, другой судьбой. Я никак не мог предположить, что человек, с которым я дружил, может так опуститься. Имейте в виду, что вы можете сейчас так подняться в своей жизни, что то, что сейчас воспринимается вами как нормальная жизнь, будет восприниматься с ужасом. Теми глазами, которыми вы будете смотреть с позиции знаний. И слой вашей жизни будет тоже другой. Вы будете общаться с очень возвышенными людьми, у которых будет больше совести в жизни, больше чистоты. У кого уже сейчас это происходит, это меняется в жизни? Значит, вы уже пошли этим путем. Потому что люди в невежестве, они деградируют, то есть у них теряется счастье в жизни. Люди в страсти, они находятся в статус-кво, они боятся что-то менять куда-то туда-сюда, им страшно. А люди в благости меняют свою жизнь. Благости — это те, кто пытаются увидеть себя как душу. Когда человек видит себя как душу, то его пища — это пища, которая освящена и приготовлена с молитвой, чистая пища, больше в которой духовность. Отношения с супругом для такого человека — это отношения, основанные на совести, а не на сексе и не на взаимном притяжении. Это отношения, в которых есть чистота и глубина. Друзья для такого человека благости — это те, которые искренне хотят друг другу служить, а не те, которые просто в результате того, что у нас одинаковая работа, одинаковые желания, мы дружим, или одинаковый отдых, одинаковые интересы в жизни. Для благостного человека любовь означает служение, а не наслаждение. Для благостного человека жизнь означает озарение и познание, а не приобретение, как для страстного. Для благостного человека победа происходит в сердце, а не во внешней среде. Для благостного человека нет препятствий в жизни, потому что он их преодолевает с помощью знания, которое также рождается в его сердце. Благостный человек знает, что он может увидеть своё счастье раньше, чем оно возникает, а страстный человек в это поверить не может, потому что для него это суеверие. Благостный человек чувствует измену и предательство, а страстный может это только узнать. Благостный человек может избавиться от предательства с помощью молитвы, а страстный человек может только с помощью угроз, насилия или как бы вразумления, ну какой-то тонкого воздействия на человека, законов там и так далее. Таким образом, благостные люди живут в другом слое жизни, который более чист, светел и возвышен. Именно в этом слое и решаются вопросы личной жизни, потому что люди страсти не могут сохранить семью. Семья, несомненно, разваливается у тех, кто хочет в отношениях успеха. Кто хочет личного счастья и успеха в отношениях, никогда не сохранить семью. Потому что семья сохраняется тогда, когда человек в своей жизни совершает сердечный подвиг ради близкого человека. Вот тогда она сохраняется. А это уже не просто успешная жизнь. Это жизнь, в которой человек включает свои отношения со святостью и с Богом. Сразу возникает вопрос, в какой вере? В вашей вере. В вашей. Ничего не меняет. В вашей вере. Могу 50 раз повторить, чтобы вы не сомневались. Сомнения всегда возникают. Итак, у человека есть три тела. Есть грубое тело, которое состоит из нервной системы, мышцам, желудок и всё прочее. Это грубое тело зависит от работы тонкого тела. Психическое тело снабжает энергией счастья каждую клеточку нашего организма. Эта энергия счастья и есть та самая прана, энергия праны, которая нужна для жизни. Или, как говорят, жизненный воздух. Жизненный воздух – это ничто иное, как желание счастья. Каждый человек не может жить без счастья, потому что без счастья невозможно существовать в принципе. Счастье на уровне тела означает вкусная пища. Счастье на уровне отношений означает любимый человек, мои любимые дети. Счастье на уровне деятельности означает любимая работа. Счастье на уровне страны означает развитие страны. Счастье на уровне земли означает мир. Когда есть счастье, человеку хорошо жить. Ну, примерно вот такое состояние, как поётся в песне. Ну, то есть я сейчас вам рассказываю, что такое ум или тонкое тело ума. Тонкое тело ума — это психическая структура, которая контролирует весь организм, регулирует нашу жизнь. Она наполняет грубое, тонкое тело счастьем, энергией счастья. И ради этого человек живёт. Ему нужно жить, чтобы была хорошая работа, хорошая пища, хорошая жена, хорошие дети, чтобы было счастье. Иначе в тело, в грубое, в тонкое входят болезни и страдания. Страдать никто не хочет. Вот примерно так чувствует человек, когда в его жизни это тонкое тело работает правильно. Всё, что нужно для счастья, было перечислено. У меня любимая работа, у меня любимая жена, потом про детей будет петься так же. У меня друзья есть, понимаете? То есть это то, что наполняет ум счастьем. И так есть ум, который состоит из мыслей, памяти, чувств. Есть чувства. Вот глаза — это органы чувств. А у органов чувств есть ещё само чувство зрения. Чувство зрения, оно не умирает вместе со смертью грубого тела. И ум тоже не умирает человек. Тонкое тело остаётся с человеком. И поэтому есть такое понятие, как духи. Духи — это те, которые живут в тонком теле. Почему человек сходит с ума? Потому что в его грубое тело, его тонкое тело слабеет, и в него входит другая жизнь. И начинает человек говорить другим голосом, понимаете, не своим. Это означает, что есть также форма жизни такие, которые не имеют грубого тела, и они пользуются чужим грубым телом для существования. Но это уже другая тема. Понимаете, есть тонкое психическое тело. Вы, допустим, скажете, Олег Геннадьевич, откуда ты это взял? Ты же это не можешь потрогать, измерить приборами? Я не могу потрогать, но у меня есть целая клиника, которая диагностирует до 30 параметров этого тонкого тела. Если мы ошиблись в одном диагнозе, ну что-то в чём-то, то тогда человеку не помогает. Мы это исправляем, и тогда помогает. То есть там есть наука. То есть можно с помощью просто воздействия на тонкого тела лечить человека, именно те настройки, которые дают здоровье. То есть мы лечим более глубоко человека, потому что грубое тело страдает от неправильных настроек в тонком теле. Тонкое тело регулирует грубое тело. И в тонком теле находится любовь, влечение друг к другу. Находится судьба человека. Там находится также характер человека. Понимаете? Там находится его жизнь. Я люблю тебя, жизнь. Хочу, чтобы лучше ты стал. Ну то есть вот это и есть тонкое тело, психическое тело. И когда человек его начинает чувствовать, тогда он стремится к власти, успеху, деньгам и гармонии с близким человеком. Гармония означает, чтобы у нас было взаимопонимание, чтобы мы как бы лучше чувствовали друг друга. Но это всё равно не помогает остаться вместе, потому что вся эта философия в страсти или философия тонкого восприятия мира, она даёт брешь, когда наступают трудности жизни. Когда наступают трудности жизни, человек, настроенный на тонкое восприятие мира, настроенный на страсть, он не способен победить эти трудности, потому что он не может унизиться перед судьбой. Он не хочет страдать, он не хочет быть слабым, он не хочет смириться, он не хочет прощать, он не хочет простить, он хочет только победы над своей судьбой и всё. Потому что когда человек прощает, просит прощения и принимает судьбу, это уже духовная платформа. Здесь эгоизмом не пахнет, а без этого невозможно сохранить семью. Таким образом, для того, чтобы быть вместе, человеку нужно развиваться как Личность, нужно понимать, учиться мир глубже, нужно понять, что этой жизнью всё не ограничено, что будет и следующее. Потому что Марк Бернес поёт только об этой жизни, он не видит ничего другого, он не знает, что надо любить также своё будущее. А будущее человека зависит от его поступков, которые он совершил в этой жизни. Если он не очищает свои поступки раскаянием, он не может будущего хорошего иметь.